МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Евреев хотели уничтожить. Снова. Но у них опять ничего не получилось. Мы вернулись, чтобы показать, как израильтяне с помощью юмора и взаимовыручки побеждают страх. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пинхас, ты помнишь, с чего началась война? С огромных очередей. В аэропорты? Нет, в пункты сдачи крови и на военные базы. Только в Израиле могут образоваться пробки на войну. Сотни тысяч добровольцев и резервистов разом призвались на службу. Я слышал о каком-то секретном еврейском тайном оружии в ЗДКе. И что оно покруче любых ядерных ракет. Вовод ЗДК – это благотворительность или краудфандинг. Она является одной из самых важных еврейских заповедей. Евреи всегда помогали друг другу, а во время войны еще больше. Кстати, именно евреи в фейсбуке придумали кнопку делиться. А, теперь понял. Мы на работе тоже организовали всякий разный сбор вкусняшек и полезных вещей для солдат. А лично от себя я приготовил вот это. Вау, для поднятия боевого духа? Эээ, не совсем. Это чтобы эффективнее было допрашивать террористов из Хамас. Первый обзор бомбоубежища от Пинхаса и Вовы. Дизайн – 6 из 10. Безопасность – 10 из 10. Приятные разговоры – 12 из 10. Эффективность молитв – плюс 500%. Удивительно, что собрание жильцов смогли организовать только террористы. Да, жильцы встречаются только в бомбоубежище, когда слышат сигнал воздушной тревоги. Наш железный купол сбивает все ракеты террористов, но есть обломки, которые могут упасть рядом со зданием, поэтому осторожность никогда не будет лишней. После того, как мы слышим сигнал воздушной тревоги, у нас есть очень небольшое время, чтобы добраться до бомбоубежища. Для жителей центра это примерно полтора минуты. В принципе, достаточно времени, чтобы взять все необходимые вещи. Первого ребенка, третьего, четвертого, ну так уж и быть, второго. А вот жителям севера и юга намного сложнее. Вот у нашего продюсера Влада есть всего лишь 15 секунд добежать до бомбоубежища. Я очень боюсь, что он станет великим легкоатлетом и убежит от нас. Подожди, Влад живет на севере, а Хамаз же на юге. Да, а на севере им помогает Хизбалла. Их ракеты уже долетают до центра страны, а ракеты Хамаса долетают до севера. Ждем, не дождемся, когда они начнут обстреливать друг друга и оставят Израиль в покое. Сейчас такое время, что каждый помогает друг дружке. Но главные герои – это наши жены, которые успокаивают детей. Они и нас успокаивают тоже. И, конечно же, главные герои – это солдаты армии обороны Израиля и участники добровольческих отрядов. Недавно разговаривал с одним знакомым солдатом. Он жалуется, жалуется, что все хотят его накормить на боевом дежурстве. Он уже поправился на 10 килограмм. Баруха Шем, пусть у наших солдат будут только такие проблемы. Пинхас, а ты слышал новость про яменскую баллистическую ракету? А, это та, которая пролетела над арабийским полуостром 1600 километров на пути к городу Эллад? Да, и уже сбили наши военные за пределами земной атмосферы, что считается первым боевым столкновением в космос. То есть Израиль готов к полноценным звездным войнам? Вот сейчас разберемся с Хамасом и останется только Дарт Вейдер. Ну, на самом деле, Израиль хочет мира, любви, песен, танцев, жить весело, праздновать и праздники, ну и вкусно покушать. И чтобы все люди вернулись домой целыми и невредимыми. Это не первые, не последние тяжелые дни для еврейского народа. Но мы желаем, чтобы в Израиле хороших и легких дней было как можно больше. Мира каждому из вас.